Автопарк Петрозаводского водоканала и теплосетей пополнился на 12 единиц техники. Аварийно-ремонтные мастерские на колесах, один бортовой автомобиль с манипулятором, один автокран и новая каналопромывочная машина на шасси КАМАЗ. Общая стоимость новой техники – более 56 миллионов рублей. Это очень ценный вклад, потому что именно этот транспорт решает самые важные проблемы, которые сказаны и являются наиболее оперативным устранением тех отключений и переключений, которые мы делаем. Сегодня утром на площади Кирова управляющий директор коммунальных сетей Александр Сафронов вручил ключи от новых автомобилей водителям городских предприятий. На встрече присутствовал и глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он поделился, что недавно обсуждал с руководителем РКС необходимость еще одной каналопромывочной машины для города. Каналопромывочная машина с точки зрения пользы для горожан ничуть не меньше, чем пожарная или милицейская. От выхода этой машины на линию зависит своевременное устранение засоров, сетей и утечек, предотвращение аварийных ситуаций на сетях Петрозаводска и Прионежского района, возобновление водоснабжения и водоотведения. Решать оперативно, насущные, нужные для города задачи, причем еще решать таким образом, чтобы люди, которые эти задачи выполняют, в комфорте существовали. Вот только что говорили о том, будет магнитола или нет, будет тепло в машине или нет, пристегнута лопата к дверце или она болтается где-то в кузове. Поэтому вроде бы как мелочи, а на самом деле в рабочем деле мелочей нет. Такие аварийно-ремонтные автомобили используют в качестве резервного электроснабжения канализационных и водопроводных насосных станций. Кроме того, в автомобиле установлен генератор и работники могут на месте подключать сварочное оборудование и переносной электроинструмент. Все это тоже входит в комплектацию. Продолжение следует...